прекрасная выставка так пойдем тогда потихонечку смотрим кино минут на 15 она нам мозги порядок приведет Вера, он ее учитель, у нее любовь, конечно отношение уникальное, это вот мы сейчас увидим Мы сейчас видим картину, подход классический, там же описано, а композиция другая То есть по идее мы должны видеть человека, крупного человека, и этот же человек, он сидит с левой стороны А с правой стороны рассказ, что он сидит, зачем сидит, почему сидит или там текст, или там его медали, там заслуги, все пойдет здесь А тут получается наоборот Мы сразу понимаем, зачем он сидит, понимаешь, там бутылочка стоит, и все, внимание на бутылочку Взгляд разворачивает, то есть вот уже Диего думает, вот уже его мастерство превращается Нечто другое, то что мы увидим дальше Такие картины обычно появляются перед большими росписями менталистов Вот, когда делаются огромные, допустим, росписи, там по 100 метров, там какие-то дворцы Какие-то дворцы, там расписывают, или еще что-то И? И делают такие Подготовительные, да? Такие, да, подготовительные, которые являются даже иногда законченным произведением Как в этом случае, да? Ну, здесь получилось, что он делает специальную работу большую, но делает ее в стиле монументальных росписей То есть, если там он дальше будет рисовать огромную роспися, он поймет, что здесь уже выстроен цвет, цвет, форма Размеры людей, какие они должны быть И вот из этой картины художник может получиться там Может поближе подойдем? А здесь акцент присутствует, или здесь А здесь акцентом стиля является Здесь акцент, здесь центр композиции, вон, пожалуйста Центр композиции, вот бомба Вот художники-мандалисты, они четко выстраивают Пятно То есть, вот его там не глазки, не носики, а вот это вот пятно лица Так Он его четко от края в край То есть, вот раздует композицию, да Эту работу, да До ста метров, он все равно будет смотреть Знаешь, пятно Вот овал лица Вот роль играют три цвета Какие? Лицо красное И вон там в уголке маленький желтый Какое-то солнце там, что-то Готовая композиция для фотографа, не правда ли? Ну, согласен, да Ну, во-первых, видишь, она такая экспрессивная Углом, уравновешенная Но большую роль играет задний план Вот этот вот синий цвет с красненькой там какой-то веточкой То есть, если этих двух тетей фотографировать на фоне... Стены будет плохо А вот на фоне какой-нибудь Дали И Даль раскроет сюжет Или это там они любят друг друга Или они там лесбиянки Или они сестры Или это мама с дочкой То есть, в дальний план нам он раскрывает тему Оказывается, они на отдыхе У него вся его жизнь выстраивается туда Чтобы создавать росписи для кого угодно То есть, он готовит такими картинами Какие-то свои монументальные работы, правильно? Конечно, он манталист большой группы Который признал весь мир не за живописные полотна А именно за его вон Америка приглашает на росписи Он везде Рокфеллером росписи делает Вон, в фильме мы это слышали, правильно? И уже не картину пригласили писать, а его росписи пригласили Женщина с калами, она это вот как подготовка? Да, он с оглядкой, с оглядкой Он ищет формы для больших композиций Чтобы они смотрелись А они там должны быть не реалистические Они должны быть изломанные Они должны быть превращены там Где-то и стукану надо поставить Смотри То есть изломанность вот этой женщины Вот ее рук, ног Формы изломанных, да? И калы эти Которые ломают эту структуру Они вот Это как подготовка А вот та картина Если к ней подойти Тоже, тоже Тоже с оглядкой на офисианист Ну, он же пробует, ищет себе А так как он уже понимал, что он будет заниматься монументальным искусством Поэтому вот Видишь Раскладка картины пятнами Крупными пятнами Опять не веточки, не листочки, а пятна Пятна превращаются в форму И форма превращается в пластику Шестнадцатый год Телеграфный столб Ну, вот я считаю, что здесь выставка выстроена так Что, чтобы показать Ну, Ривейра думает об искусстве Значит, соответственно, его трогают импрессионисты Потому что под Сезанна работает А здесь беспредметники Как, кто у нас там беспредметники Русский авангард, наверное, тоже на него влияет Вот он делает такие То есть он ищет, он растет Питается отовсюду Откуда можно Ну, опять Сезанна Ну, стиль такой То есть Сезанна Дальше идем? Что это? Тоже, сейчас Сезанна Вот переворачиваю туда быстро Там Ренуар Здесь уже Ренуар пошел, да? Да, ну, тоже с оглядкой на импрессионистов Они влияли очень стихно Ну, по-моему, Россия уже здесь начинается Да? В стиле народных картинок Какой наив Может, даже Девушка трогает Ты можешь об этом что-то сказать? Я думаю, это с оглядкой на Россию Он же приезжал в Россию Знаешь, такие народные русские картинки Миша, а вот тут 32-го года ряд картин целый Первая картина Ну, это Ривейра Это Ривейра Своим лицом, да Ну, может быть Они же соперничали с Секерасом Секерас тоже В итоге они разные Хотя и того огромные росписи И этот монументалист И Секерас И Ривейра монументалисты А здесь Вот в маленьких картинках Как художник-монументалист Решает пятна и форму Без излишних черточек Или глазков, носиков, волосиков Пятна А вот здесь Что здесь? Это уже 50-й год Это до Колумбова, Америка Как бы ты увидел эту картину Это сюрреализм Чисто воды Тут он все вспоминает 50-й год То есть это та картинка мира Которую он читал За свою жизнь Да, да, картинка мира Ну, видишь Мексиканского мира С этническими такими Все работы Ривейра Они все с оглядкой На его монументальные Монументальные деятельности То есть это Опять мы видим Вот эти вот Три человечка Они загнаны в одно пятно И оно красивое получается По пластике По форме Вот в этот треугольник Он специально до края От края до края делает И явно это потом Куда-нибудь в роспись войдет Но оно самостоятельно Все подчинено пятну И цвет И форма этого пятна А акцент ты здесь Видишь какой-нибудь Схема построения Треугольник, согласен Тогда акцент Вот эти три лица Или лицо этой Правой девочки Я думаю Лицо девочки Акцент Вот эти глаза Конечно Потому что ни у кого нет Глаза И мы понимаем Что это мать А там бабушка И это ключи Раз Акцент Главный вид Трио, да И на фоне Квартир Я помню тебя Помню Ну это уже не важно На фоне чего На фоне чего Это ее кровать, да? Да, это ее кровать И зеркало сверху Чтобы она себя видела Да, да, да Рога это символ связи, да? Его Сестрой Ну да, когда произошло С сестрой Она ее Это очень потрясло Но я считаю Что она художник В этом вопросе То есть Вот искусство Она выразила Свою обиду И Что Как раненая Лань И ни одной стрелой Ни одной стрелой Да Сестра Это была Как бы Капля Последняя Вот Сестрела Это сестра Боль одна Стрел много А боль одна Сестрела Вот Фридо создал эти картины, видно, ну, опять же, с оглядкой на левее, но они очень монументальны, поэтому если ты где-то в фотографиях задумаешь такое сделать на Тимор, я думаю, он будет таким действием, видишь, как она вписывает его в кадр, то есть, что он прям аж, это, где-нибудь тесно там, ну, а как, все смотрит, специально обрезает, там, подрезает, то есть, такой монументальный подход, и опять же, тема пятна, тема формы общая. И пластика, пластика пятна. То есть, его опыт, обнаженный на ее... Да, 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 то есть, это прям монументальные такие штуки. Вот она, конечно, набралась декоративности, и, то есть, Диего на нее, вот, прям влияние Диего только правильно, она все по-своему делает. Диего, но она делает по-женски и... Может, в момент просветления, там, от боли... А здесь, Миш, где ее искренности, его мастерство, как ты считаешь? Ну, опять она, она ищет формы, как завещал великий Ривейра. Миш, а вот если здесь сейчас смотреть на мастера, на его любовь, у нее была искренность, а у него мастерство. Правильно я понял эту картину, эту выставку, вернее? То есть, связь мастерства и искренности. Правильно вопрос поставлен? Что такое мастерство, что такое искренность? Ее искренность и его мастерство. Да, ну, в итоге, в итоге, Ривейра становится искренним. А она становится мастером. Она становится мастером. Это все любовь? Это, ну, вот, наверное, все это и все жизнь, наверное. И любовь их, да? А жизнь это любовь, а любовь это жизнь. Ну, вот, наверное, скажем так, мы же можем сейчас сказать, что если мастерство сливается с искренностью, то получается искусство. Согласен. Благодарю за чудно проведенную экскурсию. Займет общение с мастером. Слушай, ну, это сложно на таких выставках делать какие-то обсуждения. Согласен? Согласен. Ну, потому что, ну, это мы так в полуголоса. Согласен. Согласен. Есть. 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 лево. Продолжение следует...